Теперь меняем уплотнительное кольцо на теплообменнике, снимаем старое, поддеваем его отверткой, там небольшой пазик для установки, поддеваем его и сдергиваем. Берем очиститель карбюратора, смоем это дело по пазу и протираем. Снаружи грязь убираем. Вот так сделаем. Берем новое кольцо 2920А096. Достаем его и устанавливаем в паз. Здесь есть резиновые отливы, которые позволяют нам это колечко закрепить, чтоб оно у нас при установке не выскакивало. Вот, колечко стоит. Аккуратно заводим теплообменник на место, чтобы его не шоркнуть и не уронить колечко. Я разговариваю, разговариваю, не знаю в какой момент камера отключилась. Теплообменник я вставил на место аккуратненько с новым уплотнительным кольцом. Наживил два нижних болта, два верхних сейчас наживлю и увидел трубка в сталактитах таких. В какой-то момент времени подтекал тут антифриз, хотя в данный момент здесь все сухо. Трогать пока ничего не буду, но потом скажу хозяину, чтоб обратил на это место. Если будет подтекать, надо будет снимать, чистить и перезажимать новым хомутом, желательно уже винтовым. Наживляю верхние болты и закручиваю их. Все, теплообменник я затянул. Берем очиститель карбюратора и смываем сверху, где там масло у нас натекло. КОНЕЦ 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 все высушил потом заведем посмотрим на течь чтобы не было а сейчас беру устанавливаю новый фильтр дождь поливает новый фильтр беру фирма сакаши номер джей ти 406 к в комплекте фильтр идет с резинопробковой прокладкой но я эту прокладку ставить не буду поставлю оригинальную а вот фильтр установлю фильтр идет с металлической сеткой по идее его можно помыть помыть продуть хорошо но не так он дорого стоит поэтому берем резиновое кольцо на нем сразу установлена вставляю фильтр и наживляю его по бокам у нас короткие болты а сюда у нас идет длинный болт по-другому его в принципе и не поставить подтягиваю если по ньютонометрам динамо 9 ньютонометров еще пройдусь по краю для того чтобы устанавливая сейчас прокладку у нас по бокам не текло протираю чистой тряпочкой берем новую прокладку как я и говорил прокладка оригинальная 270 5А 015 прокладка идет профилированная хорошо обжимается и не потеет и не сопливит поддон я хорошо промыл магниты промыл ставлю их на место накидываю прокладку и наживляю и наживляем болты и наживляем болты наживляем все болты а теперь их равномерно подтягиваем чтобы у нас перекоса не было с одной стороны так же с другой стороны и вот по диагонали их немножко подтягиваем спереди сзади и проходимся по всем болтам по динамо 9 ньютонометров прокладка профилированная с покрытием держит отлично и все не надо не надо ни герметик ничего здесь вот видно те болты которые я подтянул первые они опять идут поддон поддон я протянул подтягиваю пробочку теперь по бокам смою очистителем карбюратора подтеки медленно для позиции укрытие поддон покрытие Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, Абдул промыл, все у нас здесь сухо собрано Опускаю автомобиль и заливаем масло Заливаю смело 4 литра теперь Запускаю и потом уже буду выставлять по уровню Еще раз хочу показать какое масло свеженькое цветом и какое сливалось Все, влил 4 литр Сейчас запускаю автомобиль Смотрю снизу, чтобы не было никаких подтеков Прогреваю и выставляю уровень масла В данный момент Воронку можно снять Субтитры сделал DimaTorzok Вот все, снизу сухо С теплообменника не бежит С поддона не бежит Поэтому прогреваю теперь ее Проверю какой уровень после заливки 4 литров А уровня и нету А уровня и нету, надо доливать Пол-литра валью Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну вот сейчас масло получается по минимуму Я влил 5 литров Пусть прогревается до 45 градусов Ну а пока двигатель прогревается С коробкой Ставлю на место локер Клипсы смазываю силиконовой смазкой Так они устанавливаются лучше Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Теперь ставлю боковой пыльник И так же одеваю клипсы Пока снизу пыльники ставил с колесом Коробку померил 47 градусов Ну в принципе ничего страшного Ничего страшного Но масла у нас Минимум Масла не хватило 8 литров Мне вот на такую замену в этот раз Не хватило Еду добираю литр И доливаю Чтоб у меня вот здесь было посередине На этом все Замену масла в вариаторе я закончил Состояние масла вы видите сами Сейчас еще раз щуп вытащу Масло чистое Никаких вкраплений нет Вызвонил Нашел у ребят Единственную банку Стояла она у них уже давно Заталенная J4 масла Взял еще по старой цене По 1700 рублей Потому что новая уже дорожа получается Долил 800 грамм И вот сейчас она у меня Вот она На букве С Масло Так что Теперь масло у нас в норме На все про все Ушло 8 литров 800 грамм Масла В этот раз у меня Масло скилось Почему-то Больше чем я менял В прошлый раз В прошлый раз Но мне на всю замену Хватило 7 литров Что-то произошло Вроде все делал точно так же На этом все Замену масла я закончил Всего вам доброго